Девушки отдыхают 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 редко. Однако в некоторых ситуациях он просто необходим. Когда у вас очень мало места для выполнения заноса и вам резко нужно сбросить скорость перед крутым поворотом, просто отпустите газ, поверните колеса в сторону поворота и тормозите. После освоения этих приемов вы сразу же сможете улучшить времена на уже знакомых трассах. Главное, больше тренировок. Мы виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Новый игровой руль. Компромисс между ценой и характеристиками. И конечно же, вас ждет новый кибертурнир. На этот раз мы покажем заезды финала чемпионата во Франции по дисциплине Трекмания Нейшнс. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Genius представляет удобные и стильные наушники HS04SU. Они подходят для прослушивания музыки, компьютерных игр и онлайн общения. Во встроенном в гарнитуру микрофоне использована технология шумоподавления, что обеспечивает при аудиоконтакте чистый звук без посторонних помех. Также, для удобства использования, наушники снабжены регулятором громкости и кнопкой отключения микрофона. Низкопрофильная клавиатура Defender M Accord имеет компактный размер. Окрас уже ставший традиционным. Сочетание черного, темно-серого и серебристого. Немного разнообразия вносят белые полупрозрачные клавиши. Имеется небольшая подставка для запястья. Никаких скругленных, замыльных краев, все строго по линеечке. На днях компания G-Cube объявила о выходе на рынок видеоадаптеров серии продуктов HD 2600 PRO V-FINES и HD 2400 PRO XT V-FINES. Присутствие в названии продуктов обозначения V-FINES свидетельствует о наличии здесь пассивной системы охлаждения, которая делает работу карт абсолютно бесшумной, без ущерба производительности. Руль от компании Cytec наиболее привлекателен для обладателей не слишком толстого кошелька. При этом J43R 440 Force Feedback сохраняет все необходимые функции современного игрового руля – вибрацию и обратную связь. Рулевое колесо выполнено из пластмассы, по бокам имеются резиновые вставки. На передней панели расположились четыре программируемые кнопки, а также индикатор угла поворота. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам предстоит увидеть финальную игру в дисциплине Trackmania Nations, с недавнего завершившегося киберспортивного турнира, прошедшего во Франции. В финале встретились три француза – Карл, Лигн, Селлорах и один голландец – Ксен. Карл – самый опытный игрок, победитель прошлогоднего турнира во Франции. Ксено, пожалуй, самый быстрый из этой четверки пилотов, но еще неизвестно, как он поедет в обстановке, мягко говоря, отличающийся от домашнего. Итак, начинается самый первый заезд финала во Франции. С самого начала вперед вырывается Лигн. Карл и Ксено отстают, однако в середине трассы им, благодаря более удачному торможению, удается настичь Лигна, а Карл даже вырывается вперед. И, несмотря на все старания и идеальные прохождения траекторий, Лигн так и не смог вырваться на первое место. Раунд за Карлом. Начался второй раунд. Сразу же образовалась группа из трех пилотов – Ксено, Лигн и Селлорах, в которой каждый периодически выходил вперед. Это продолжается до тех пор, пока все трое не ошибаются в одном повороте. В результате Лигн откатился на последнее место, а Карл вышел вперед и уверенно довел раунд до победы. Следом финишировали Ксено, Селлорах и Лигн. Практически с самого начала третьего заезда пилоты немного растянулись по трассе. Впереди Карл, затем Ксено, Лигн и Селлорах. Казалось, что в таком же порядке пилоты доедут до финиша, но после грубой ошибки Карла он врезался в столб. Впереди оказались Ксено и Лигн. Причем практически сразу после ошибки Карла Лигн смог обойти Ксено и выиграть раунд. Итак, начинается первый раунд на второй карте финала. С самого начала пилоты ведут очень плотную борьбу на трассе, но вперед немного вырывается Ксено. Пилоты продолжают меняться местами. На некоторое время вперед выходит Карл. Вскоре почти одновременно в ограждение врезается сперва Лигн, потом Карл. Таким образом впереди оказываются Селлорах и Ксено. Селлорах некоторое время держится впереди, но после своей ошибки отстает. И хотя в самом конце Ксено удалось приблизиться к Селлораху, этого не хватило для победы. Раунд за Селлорахом. Начался второй раунд. На этот раз практически сразу вперед вырвались Лигн и Карл. При прохождении платформы Лигн ошибается, заехав колесом в яму, что отбрасывает его на четвертое место. Приложив большие усилия, Ксено и Селлорах догоняют, а после проходят Карла. В очередной раз мы становимся свидетелями борьбы этих двух игроков. Плотная борьба между ними идет почти до самого финиша, но в правом повороте Селлорах ошибается, зайдя слишком широко и пропускает соперника вперед. Раунд за Ксено. Далее Селлорах, Карл и Лигн. С самого начала третьего раунда вперед вышел Ксено, а Селлорах наоборот отстал. И все-таки совершив позднее торможение, Селлорах удается одним махом догнать Лигна и Карла. Лигна задевает ограждение и откатывается назад, в то время как Селлорах обходит и Карла, и Ксено. Но ошибка в этом же повороте, что и в предыдущем раунде, стоила ему и второго, и третьего мест. В итоге у самого финиша Карл обошел Ксено и выиграл раунд. Селлорах на третьем месте. Лигн четвертый. Начинается первый раунд на последней карте финала. На карте много прыжков, что требует большого мастерства от игроков. С самого начала пилоты идут плотной группой. После проезда петли и последующего левого поворота вперед выходят Лигн и Ксено. Далее следует очень большой прыжок, при выполнении которого ошибается Селлорах, падая на ограждение. Остальные три пилота доезжают к карту. Первым финиширует Лигн, далее Карл и Ксено. Буквально в самом начале второго раунда ошибается Лигн, касаясь борта перед прыжком. Тем не менее, за очень короткое время ему удается обойти идущего на третьем месте Карла и навязать борьбу Ксено и Селлораху. После петли Карл ошибается в левом повороте и лишает себя надежд на первое место. Три оставшихся пилота борются между собой. Селлорах понемногу отстает. До самого финиша кипит борьба между Ксено и Лигном, но из-за касания борта Лигн становится лишь вторым. Все пилоты осознавали, что начинается последний раунд финала и что это последний шанс изменить результат в свою пользу. Видимо, все три француза перенервничали, постоянно допуская ошибки. Карл мелкие, а Лигн и Селлор крупные. Ксено же уже в первой четверти трассы выбрался вперед и никого не подпускал к себе, постоянно увеличивая свой отрыв. В итоге он выигал раунд, а затем Карл, Лигн и Селлор. По результатам девяти заездов на трех картах были посчитаны очки и определенный победитель. Им стал очень быстрый и стабильный пилот Ксено из Нидерландов. Его победа становится еще ценнее, если учитывать, что кроме него в финале были одни французы. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok